И к другим темам. Три километра пешком приходится идти детям с окраин города Форс-Шевченко в Мангостовской области до ближайшей школы. Родители поднимают проблему больше 10 лет. Ситуация усложняется и большим количеством бродячек в собах. Да и массовая застройка приводит в жилой массив много приезжих рабочих. Люди обратились за помощью к нашим корреспондентам. В жилой массив Жанакеттек существует 14 лет. За это время местные власти не смогли создать здесь никаких условий. Здесь нет ни дорог, ни питьевой воды. А детям приходится идти 3-4 километра пешком до школы. Это более 100 ребятишек. В Жанакеттек порядка 500 домов. Эта местность относится к городу Форс-Шевченко, который находится в 150 километрах от Актау. В жилом массиве массовая застройка продолжается. Вместе с тем, люди обеспокоены судьбой своих детей. Больше 10 лет местные власти только обещают школьный автобус. Родители не против, чтобы дети шли пешком, но беспокоятся за их безопасность. В округе увеличилось количество бродячих собак, да и приезжих строителей полно. В округе увеличилось количество бродячих собак, да и приезжих строителей полно. До приезда журналистов телеканала «Тамикен Бизнес» на встречу с местными жителями приезжали практически все чиновники городского, районного Акиматов и представители райотдела образования. Обещали, 2 сентября дети поедут в школу на автобусе, но по факту снова обманули, говорят люди. На портале госзакупок конкурс на приобретение школьного автобуса был объявлен буквально накануне учебного сезона. Вроде бы победитель определен и автобус за 63 миллиона тенге вроде бы на стадии закупа. Однако, согласно правил госзакупок, любой участник может оспорить результаты. По словам жителей Жанакит, так больше 10 лет сельские чиновники продолжают кормить людей обещаниями проложить асфальт на дороге, обеспечить центральным водоснабжением. А в этом году власти сообщили, что планируют установку шести автобусных остановок на территории жилого массива. Правда, люди не могут понять, зачем в городе Форт-Шевченко с населением 8 тысяч человек вообще не предусмотрен общественный транспорт.